МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Без хозных сетей больше не будет. Под чей контроль перейдут неучтенные километры труб и проводов? Расскажем в выпуске. Чьи овцы лучше? В Дагестане вовсю готовятся к выставке мелкого рогатого скота, которая пройдет впервые. Дагестанские регбисты укрепляют позиции. В Минспорте участвовали победителей Федеральной лиги. В конце мая в Дагестане откроется региональное отделение Государственного фонда «Защитники Отечества», созданного по поручению президента России. Глава региона Сергей Меликов накануне осмотрел помещение в здании Минтруда, где предусмотрено все для создания комфортных условий для будущих посетителей. Напомним, фонд будет заниматься не только вопросами медицинской и социальной реабилитации бойцов, но и помогать им вернуться к обычной жизни, обрести новую профессию, трудоустроиться, участвовать в общественных проектах. Сергей Меликов выразил уверенность, что региональное отделение будет эффективно решать все те задачи, которые поставил глава государства. Контролировать работу фонда он обещал лично. Более подробно о предстоящей работе рассказал профильный министр. Здесь все помещения, первичный осмотр, детская первая комната, помещение психологов, помещение для социальных координаторов. То есть работа, она только начинается, 30-го числа у нас будет официально открытие. У нас все службы, которые есть в Минтруде, Министерстве здравоохранения и в других ведомствах, они работают. Их главная задача определить, где, чтобы человек мог в режиме одного окна зайти сюда в государственный фонд и получить все услуги, которые его необходимы, независимо от того, в каком ведомстве они оказываются. Здесь уже сотрудники социальных фондов, которые будут специально обучены, с помощью социальных координаторов они будут направлять людей и решать их все вопросы и бытовые, и жизненные, и вопросы медицинского сопровождения. То есть все основные вопросы, которые их интересуют, будут получать именно здесь, в этом фонде, в режиме одного окна. Бесхозные электро- и газовые сети Дагестана переведут на баланс Россетей и Газпрома. По данным регионального Минэнерго, в республике более 10 тысяч безхозяйных электросетевых объектов. Теперь, после проведения необходимых процедур, они будут оформлены на баланс компаний Россети. Также у нас выявлено более полутора тысяч километров бесхозных газовых сетей, которые в перспективе будут переданы на баланс Газпрома. К другим темам. В Дагестане девушка ранила подростка ножом. В больницу Кизелюрта привезли 15-летнего парня. В беседе с сотрудниками полиции юноша рассказал, что 22-летняя горожанка вступила с ним в словесную перепалку, переросшую в драку, в ходе которой первая вытащила из кармана холодное оружие и нанесла удар. Сейчас оперативники выясняют все обстоятельства произошедшего. 105 миллиардов рублей – такова общая сумма сбережений и вкладов жителей Дагестана на начало апреля. К слову, в марте эта цифра составляла 100 миллиардов 700 миллионов рублей. Между тем, по официальным данным, самая высокая сумма банковских вкладов в СКФО на Ставрополье – более 320 миллиардов рублей, а самая низкая в Инбушетии – менее 7,5 миллиардов. Погода в начале мая выдалась переменчивой, однако так будет не всегда. Согласно прогнозу Гидромедцентра, вторая половина месяца не сохранит свою любовь к переменам и обещает постоянство. Погода в Приморской зоне ожидается умеренно теплой. Каспийское море пока еще делится накопленной за зиму прохладой, поэтому температура воздуха будет подниматься постепенно и плавно. При переходе к восточному температуру будет набирать хорошую температуру и буквально через 5-6 дней она войдет в свой климатический режим и начнет набирать температуру. Вторая половина мая будет в высшей норме, повысится, но осадков мало. А лето будет, Дагестан, по прогнозам. Теплые, жаркие. В высокогорных селах ожидается прохладная погода с дневными температурами от 11 до 16 градусов и относительно холодными ночами, в которых столбик термометра будет подниматься до 10 градусов. В течение месяца ожидается 7-8 дождливых дней. Это чуть ниже среднемесячной нормы. Регион южный, дефицит осадков чувствуется, испарение тоже выше. В частности, мы это видим по реке Терек. В этом году реке Терек буквально 5-6 назад расходы реки составляют нижний биф порядка около 75-80 кубов. Дагестан готовится к российской выставке племенных овец и кос. Сельхоз она пройдет с 16 по 19 мая на площадке стадиона Анжи-Арена. Мероприятие такого уровня проводится в регионе впервые. Участие в нем примут животноводы из 23 регионов страны. Они представят на смотре 30 пород мелкого рогатого скота. Вопросы развития отрасли будут обсуждаться в ходе насыщенной деловой программы, а гости мероприятия смогут посетить специально организованную ярмарку сельхозпродукции. Жители города Избирбаш посетили Ахульго. Коллективную поездку по историческим местам организовал Муфтият Республики. Автоколонна в первую очередь направилась на Гимринскую башню. После посетили медресе в селе Унсукуль. А завершающей локацией стала гора Ахульго, где в период Кавказской войны произошли легендарные события. Об истории и выдающихся личностях, связанных с этими местами, рассказали опытные гиды. Мероприятие проводилось с целью духовно-патриотического воспитания населения. Эти выезды из Яраты, цель не вот эти камни, по сути, не эта башня. Мы приехали, мы приезжаем из-за тех людей, с кем связаны эти места. Мы очень любим этих людей. И посещая эти места, для нас не главное, это высота, что, как. Главное представить этих людей. Будем их представлять, будем о них знать. Значит, есть возможность полюбить этих людей, быть похожим на них. Вот у нас с такой целью мы приехали сюда. Поездка впервые в жизни такая вот, поездка продуктивная, хорошая прошла. Очень приятно было. Барахова огромное благодарность и маму, в первую очередь, за организацию такой поездки. Перейдем к новостям спорта. В Минспорте участвовали сборную Дагестана по регби, которая стала победительницей финала Федеральной лиги. На соревнованиях в Курске дагестанские регбисты одержали победы во всех четырех проведенных матчах. В финале наша команда обыграла армейцев Москвы со счетом 14-10. С триумфаторами соревнований встретился министр спорта республики Сажид Сажидов. Я знаю, насколько это командная игра, она индивидуальная игра. Умение, во-первых, обладать самим собой, это же контактный вид спорта. Мы как дагестанцы эмоционально всегда даем волю эмоциям, а здесь должны быть только спортивные эмоции, потому что другие эмоции нам всегда мешают для достижения результата. Чтобы достичь результата, ты должен быть максимально сконцентрирован, максимально настроен на игру, на победу. А тут от твоих эмоций можешь проиграть не только ты один, но и вся команда. Поэтому это очень важно. Значит, вы обладаете, вы знаете те задачи, которые вам перед вами поставили. На аналогичных соревнованиях в прошлом году дагестанские регбисты стали третьими. В этот раз, несмотря на некоторые трудности в процессе подготовки, команде удалось улучшить результат. Я не ожидал, что в прошлом году мы были третьими. Учитывая, как у нас проходила подготовка, все здесь реконструкция стадиона, мы тренировку проводили на стадионе Дагборд предуниверситета. Вы знаете, в каком состоянии этот стадион находится. И думал, если даже в тройку попадет, это будет очень хорошо. Но ребята приятно удивили. В Каспийске определились победители чемпионата республики по армейскому рукопашному бою. Ежегодные соревнования посвящены памяти погибших в результате террористического акта 9 мая в Каспийске. Поединки проходили во Дворце спорта и молодежи имени Али Алиева. На татами вышло около 160 участников из 33 военно-спортивных клубов. Лучшие результаты среди команд военных и силовых структур показали представители погрануправления ФСБ России и регионального МВД. В споре гражданских команд отличились рукопашники из Махачкалы, второе место осталось за Каспийчанами и третье заняли спортсмены Дагестанского Исламского Университета. Победители турнира выступят на чемпионате России, который пройдет с 26 по 28 мая в Санкт-Петербурге. Смотрите новости ННТ также на наших каналах в социальных сетях. На этом я с вами прощаюсь. С вами была Ларьяна Шамхлаева. Встретимся в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok